ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ В постановке задействованы около 20 участников клуба «Активное долголетие». Мюзикл объединил коллектив «Хочу танцевать», студии «Леди джаз» и «Позитив». Дамы элегантного возраста плавно двигались в такт под баритон Анатолия Бабича. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Программист в офисе, музыкант в душе. По будням Анатолий трудится в корпорации «Роскосмос», а в свободное время поет в церковном хоре. На предложение принять участие в мюзикле откликнулся с удовольствием. Это сказка моего детства. Я сам помню эту сказку. И больше помню ее по пластинке, которая была популярна. И ее многократно слушал. И там великолепные певцы. И те песни, которые я пел еще в таком возрасте, еще в пионерском лагере, у костра. В импровизированном мюзикле принимают участие и карликовый пудель Крис. Не зря говорят, что хозяин и питомец часто бывают похожи друг на друга. По словам Надежды Ивановой, ее собака – это самый верный друг. Она у нас как бродячий музыкант будет выступать. Мы покажем номера, чему мы научились за полтора года. Она у нас еще маленькая. Четко выполнять команды «Умного пуделя» научила кинолог и дрессировщик Татьяна Халилова. Ее четвероногие питомцы даже снимаются в фильмах. Своими знаниями она с удовольствием делится и с активистами клуба. Мы приучили к музыке. Сначала это без музыки дрессировка, потом под музыку, потом это со зрительным залом, где люди хлопают, шумят, какие-то эмоции свои выражают. Она у нас уже выступала несколько раз на мероприятиях. Татьяна и сама в роли кошки выполняет фокусы, как по мановению волшебной палочки появляются купюры. Тысячные горят в огне и тут же увеличиваются пятикратно. Смех и радость помогают активистам не только находить новых друзей, но и продлевать жизнь.